Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня мы представим наших молодых гостей. Нам было очень интересно встретиться и побеседовать с нашими гостями. Мы недавно познакомились и они рассказали о своем проекте. И этот проект очень воодушевил нас. И мы решили об этом проекте поведать нашим зрителям. Сегодня у нас в гостях Илья Чехерия. Он основатель организации «Молодая гвардия Абхазии». И Динара Сичинаабха, активистка, эко-активистка. Очень симпатичные молодые ребята. И занимаются очень важными для Абхазии проектами. Очень важными проектами. И поэтому мы, наверное, сегодня с удовольствием вас послушаем. И вы нам, наверное, презентуете свои проекты сегодня. Илья. Здравствуйте. Наш проект «Мы за чистую об сны» – это проект, масштабный проект, который заключает в себе много акций, много мини-проектов, которые все связаны друг с другом с целью улучшить экологию нашей страны и поменять мышление у многих людей в лучшую сторону, чтобы люди стали задумываться об экологии, чтобы эта тема была непросто, как вот многие считают, что экология – там это должно заниматься государство, то, что там убирать должно государство и так далее. Да, это безусловно. Но если не будет гражданин этой страны, не будет переживать за это, если он не будет заботиться этими вопросами, никакой пользы не будет. Сколько бы государство не убирало, мусор будет скапливаться, скапливаться, потому что мусорит гражданин страны, а не государство. Есть такое выражение, то, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Это очень такое хорошее выражение, потому что действительно вот на протяжении всего времени, то, что мы занимаемся такими проектами, мы стали замечать то, что если мы, допустим, сами уберем, не привлекая никого, и не говоря об этом, там появляется мусор. Людям неинтересно, люди не думают, кто убрал, что, как говорится, все ценят только свой труд. Поэтому вот появилась такая цель и задача привлекать как можно больше людей в эти проекты и проводить такие совместные мероприятия именно с гражданами той или иной местности. Таким образом у людей будет появляться вот именно, знаете, стимул не мусорить, поддерживать чистоту, развивать. Тогда будет и у государства стимул. Допустим, проблемы большие, то, что не хватает мусора. Это большая проблема. В севах не хватает больших контейнеров, поэтому людям приходится выкидывать в лесу, там, чтобы, знаете, как не вывозить далеко. Люди выбирают легкий путь и выкидывают. Поэтому это, знаете, так совместная работа, именно чтобы ни на кого не перекладывать, ни на государство, ни на народ совместно. Народ не мусорит, а государство помогает народу не мусорить. Вместе мы сможем вот изменить вот это положение. Для этого проекта было создано приложение «Охота на свалки». Данное приложение поможет нам собрать информацию о свалках. Оно доступно на любых смартфонах, такие как iOS, Android. Человек, который скачает это приложение, он в три клика может решить проблему, которая много лет лежала, и никто за нее не думал. Там все проезжали постоянно, вот как часто бывает у нас в Абхазии, видят свалку. Ой, какие плохие люди, кто мусорит. Ну, никто не задумывался, государство должно убрать всегда. Наша задача, чтобы эти вопросы поднимались. Допустим, если свалка большая, стихийная, мы будем разговаривать с администрацией, с органами, которые отвечают за эти места. Будем искать такие пути выхода, именно, допустим, чтобы с нашей силой, человеческим ресурсом, мы решали эту проблему. Потому что, допустим, Динара, она экоактивист. Она занимается давным-давно, как правильно выразиться, старается улучшить экологию, призывает людей, там, не пользоваться пластиком и так далее. Об этом она сейчас сама подробнее расскажет, как она занимается вообще, какие у нее успехи, чего она добила за эти годы, или, может быть, увидела, как и лучше. Ну, я выполнила ряды экоактивистов еще в 2018 году. Это началось с того, что мы с нашим папой и с своей собакой выходили просто на берег гулять каждое утро. И мы видели, как на берегу валяются огромные кучки мусора, вот эти несанкционированные свалки. Я подумала, что что-то нужно с этим делать. Это частные территории, вот этот берег, но при этом там никто не убирает, только на летний сезон. Вот. И я решила, что нужно совмещать приятное с полезным, это прогулки со своей семьей и собакой, и плюс уборка мусора. И так в течение года мы убрали очень большую территорию пляжа, но сейчас по-прежнему там валяется мусор, и я за то, чтобы для начала просветить общество и понять, что такое вообще пластик, как он вообще разлагается. Я хочу рассказать людям о том, что, например, беря с собой пластиковый пакет в магазине, он складывается с другими пакетами в шкафу, но никто не задумывается о том, что можно заменить одноразовые вещи, которые вскоре попадают на свалку, другими вещами, например, холщовой сумкой, авоськой, шоппером и так далее. И если мы внедрим в свою повседневную жизнь некой привычки, то мусора на свалках будет гораздо меньше. По инициативе Республиканской общественной организации «Молодая гвардия Абхазии» было создано приложение «Охота на свалки». С помощью данного приложения вы поможете нам собрать информацию об этих свалках и ликвидировать их. Скачайте данное приложение и проделайте три простых пункта. Первое. Кнопка «Фотография». Сделайте снимок обнаруженной свалки. Второе. Кнопка «Указать место». Она поможет отметить вам точное местонахождение данной свалки. По желанию вы можете указать свои данные для обратной связи. Третье. Нажимаем на кнопку «Отправить отчет». Благодаря этому мы сможем узнать о загрязненном месте и обязательно решим эту проблему. «Сделаем нашу страну чище вместе». Вот такой момент, то, что она о чем рассказала. Ее личный опыт, она занималась, убиралась со своими друзьями, с семьей. И, допустим, и другим людям было, ну, неважно. Ее учитывали, вот ее труд, только ее близкие люди. А другой человек там, ну, молодец, динара, убирается. Ну, все равно это в подсознательном уровне, это, ну, никак не складывалась важность вот этого, ее действия. Поэтому наша задача, как можно больше людей привлекать к этому. Детей. Мы хотим работать со школьниками. Это важно. Именно потому, что это подрастающее поколение, в них будущее. Мы хотим, чтобы школьники, дети, с младших классов принимали участие там. Не нужно, допустим, если кто-то думает, то, что мы собираемся, чтобы там все ходили, убирали с этими пакетами на улице, собирали мусор. Нет, это такие акции, когда проводят беседы, когда объясняют вот вред пластика или подобную. Когда подобные проекты существуют, когда они говорят, люди задумываются, людям становится это интересно. Кто-то также, может быть, так сказать, заболеет этим и начнет убирать, вот как динара, начнет выходить на прогулку и собирать этот мусор и так далее. Да, это тоже польза. Это колоссальная польза. Но еще главное именно поменять, чтобы там не мусорили, поменять мышление. Вот если мы будем заниматься, именно в школах будем проводить акции, будем беседовать, если будем на улице поднимать эти вопросы, в плане разговаривать с кем-то, рассказывать свои идеи и так далее, делиться, допустим, перестать использовать, покупать в магазине полиэтиленовые пакеты и так далее. можно купить одноразовую, которая будет много лет служить. Также это модно. Вот я вижу, часто она ходит с такими сумками, там в Инстаграм выкладываются фотографии. Это такие сумочки, которые можно, что хочешь на них нарисовать, что тебе нравится, там, не знаю, любимая футбольная команда или там, ну, группа какая-то музыкальная, или флаг абхазский. И ты это рисуешь, получается, у тебя и ты моду какую-то соблюдаешь, ты вот, и полезное дело делаешь, как бы. И таких много. Вот, допустим, у меня лично, честно, тоже дома тоже шкаф можно открыть и много пакетов, постоянно вот так идёшь, с магазина возвращаешься, потом 3-4 пакета ты в этот шкаф убираешь, они там годами лежат. Да, знаете, как, ну, вот планирую я как-то вот это убрать, перестать там перейти на многоразовые пакеты, но пока что, как сказать, вот если бы это часто поднимались, эти вопросы говорились, если бы эти пакеты были бы везде, допустим, на данный момент, я знаю то, что их не везде можно купить, их где-то нужно ехать, покупать, искать, заказывать, поэтому такое сложно. Допустим, если они были бы в каждом магазине и так далее, у человека, он вот просто зашёл, попал, даже многие так просто купил там, просто купил, а потом начал пользоваться. Это всё польза, потихоньку, знаете, так постепенно это люди стали бы привыкать, допустим, что разделять мусор, многие видят в этом, нет, мы не готовы ещё там, это только в европейских каких-то странах, к чему-то нужно идти, потихоньку, если это начать поднимать вопросы, за это разговаривать, допустим, установить в Сухуми пару таких контейнеров, где будет принимать раздельный мусор, потом, не знаю, в Гагре, где-то потихоньку люди будут привыкать, людям станет это интересно, люди будут за это задумываться, переживать, а когда человек захочет, как говорится, когда есть спрос, будет и предложение, это просто вот, ну, как, знаете, закон, просто вот, закон такой есть, существует в народе, то, что, если человек захочет, сто процентов найдётся человек, который продаст это ему, подарит, или передаст, там, вот, много таких моментов, допустим, с приложением, наше приложение, оно не требует каких-то там навыков, что-то, или не занимает много памяти, не потребует, ну, почему стараемся упростить его, чтобы человеку было легче делать хорошие дела, допустим, вот, человек отправит, просто, ему займёт это минуту, он может решить проблему, которая много лет, десятилетиями собиралась эта свалка, он может решить, он отправит нам, мы разберёмся, допустим, у нас нету техники, спецтехники, чтобы убрать, но мы будем поднимать этот вопрос, мы будем беседовать, мы будем ходить в администрацию, просить, смотреть, допустим, или искать меценатов, которые помогут решить эту проблему, самое главное, дать толчок, самое главное, дать возможность, дать, поднять эту тему, потому что, если говорить многие, вот, я часто бываю там, у кого-то в гостях, сидят там за обедом, и разговаривают, темы обсуждают, темы действительно эти нужно обсуждать, но их не только дома нужно обсуждать, их нужно поднимать, их нужно всегда, допустим, вот я такой человек, который не то, что упертый, а часто стоял вот по детству, особенно на своём мнении, так и вот пытался всех убедить, с возрастом стало приходить то, что стал задумываться, то, что и другие люди тоже бывают правы, и я тоже иногда ошибаюсь, поэтому появилось такое хорошее, так сказать, свойство во мне, то, что я люблю поспорить, именно для чего, когда я начинаю с человеком спорить, он начинает, вот, всё, что он имеет, факты свои, вот, он начинает всё выкидывать, я вот это слушаю, я это впитываю, я смотрю, иногда это бывает, просто там, не знаю, какие-то, вот, ну, факты, которые, ну, не имеют значения, или просто он там все придумал, и они неправильные, да, такое тоже бывает, но часто бывает, когда я действительно вот вытягиваю из таких разговоров полезную информацию, в дальнейшем мне легче своё мнение отстаивать, и эти факты всегда использую, допустим, вот я не тот человек, который вот уперся, вот, всё я так считаю, допустим, и не готов идти на уступки, слушать, это плохо, вот у многих есть такие моменты, когда вот часто бывает в нашей стране, особенно, наверное, эта ментальность такая есть, вот, на своём стоять, это хорошо в какой-то мере, но всё же вот нужно как-то идти на уступки, кого-то послушать. Спасибо, Илья, и у меня такой вопрос, я хотел бы, чтобы вы оба ответили на него, вы на самом деле удивительные ребята, потому что редко сегодня встречаешь ребят, которые не просто ставят проблему, но знают, как её решить, вот не вызывает ли, вот не вызвало ли это среди ваших сверстников, вот такое непонимание, или не кажется ли вы, не кажется ли вам, что на вас смотрят, как на белую ворону, или так далее, как вас ваши сверстники встретили, вот ваши проекты, ваши начинания, вот если можно. Ну, честно говоря, это был не самый радушный приём, именно в школе, например, мы живём в доме, и у меня есть возможность, например, разделять мусор, то есть на органику, бумагу, и, соответственно, пластик и стекло. Вот, когда я начала рассказывать об этом в школе, не знаю, меня как-то не особо поддержали, и правда, ребята косо смотрели, но я нашла свою аудиторию в инстаграме, даже если это маленькое сообщество, но это сообщество моих единомышленников, люди, которые поддерживали меня, и плюс моя семья меня поддержала, и они верили в те идеи, которые я им рассказывала, вот, и поэтому мне легко было с этим справиться. А дальше больше различные проекты, ВАГ, это Всемирный Абхазо-Бадинский Конгресс, вот Молодая Гвардия Абхазии, и много различных проектов, я как-то жила этим, и я поняла, что вот это то, чем я хочу заниматься в жизни, вот. Да, вот такой момент, именно белая ворона или ещё что-то. Часто бывает в обществе, в любом обществе, что-то новое, люди отвергают, люди как-то на это косо смотрят, они не хотят, они вот живут в своём пассивном, таком образ жизни, и они не хотят ничего делать, допустим, там утром встать, пойти на субботник, нет. А именно, когда это поднимается вопрос, когда это постоянно, когда это не просто уборка, а интересно, допустим, на примере Пицунды, у нас ребята, и взрослые, и так далее, большие субботники, когда собираются, это весело, люди своими компаниями, по пять, по шесть человек, музыку там кто-то, кто-то анекдот расскажет, кто-то, это происходит в такой тёплой, дружеской, а у нас именно это в стране, это поддерживается в плане, у нас все друг друга знают, все близко, и это вот, когда вот эту нить находят, допустим, на субботнике, когда они просто пришли все там убирать, а пришли просто кайфовать, у меня, допустим, первое время, да, были люди, которые как-то косо на это смотрели, что-то, но все равно, знаете, постепенно они переходили на нашу сторону, на светлую сторону, и были такие моменты, когда люди после субботников, там, на следующий день или на следующую неделю, там набирали, пошлите на субботник, пошлите, почему? немногим там нравится ходить, убирать за кем-то, а многим нравится вот эта атмосфера, то, что мы пытаемся передать, вот моя задача, вот менять вот эти, допустим, организации, многие видят в организации что-то плохое, что-то там политизированное, и так далее, наша задача поменять вот это, наша задача показать то, что мы что-то хорошее хотим принести от души, если человек, есть какой-то проект, и он хочет кому-то рассказать что-то, мы готовы помочь, если это действительно хороший проект, мы станем рядом, объясним, если, допустим, этот проект там, мы не согласны, мы готовы поспорить, мы готовы свою лепту внести в это, мы готовы также прислушиваться к человеку, вот эти моменты очень важны, мне кажется, потому что часто люди вот видят, допустим, по отношению, по организации, пишут там, то, что вы политическая, или еще что-то, плохие вещи, честно скажу, это причина, я также к любой другой организации также отношусь, это, знаете, преждевременные выводы, потому что мы привыкли, это моя, допустим, задача, чтобы это не было так, чтобы люди действительно могли прийти в организацию, начать заниматься, чтобы он кайфовал, чтобы он делал с удовольствием, допустим, все, что я делаю, я делаю, это только из-за того, что мне это нравится, ну вот я такой человек, если мне что-то не нравится, я не буду это делать, вот, поэтому задача, вот, найти такие, знаете, грань такую, чтобы было и полезно, и человеку нравилось, это без разницы, его творчество, там, снимает он видео, или поет, или танцует, вот эти грани, вот, я стараюсь в каждом проекте поучаствовать, там, допустим, что бы ни делали, стараюсь какую-то свою лифту внести, в плане пообщаться, какое-то свое предложение сделать, посмотреть, чтобы, допустим, многие все же, знаете, как есть в обществе, такое, более на современный лад переходят, и у меня есть задача, чтобы это, знаете, как не забывались наши традиции, и так далее, делать, я не сторонник, чтобы мы жили, как в древности, и так далее, все, много есть моментов, которые действительно устарели, которые действительно, ну, в обществе сейчас будут как-то смотреться не так, и не нужно, но, все равно, основное, то, что в Абсаро, допустим, содержится, оно должно сохраняться, человек, если мы это потеряем, потеряется вот наша сущность, мы будем по-другому думать, у нас не будет вот этого характера, мы маленький народ, вообще общество даже, не говоря, допустим, за Абхазов, допустим, граждане Абхазии, нас мало, и наше мнение, допустим, если мы будем, вот, забывать о своих традициях, и так далее, наше мнение не будет учитываться, мы сольемся со всем миром, а мир большой, и людей много, и мы будем в этом мире, знаете, как вот белой вороны, вот этого я не хочу, допустим, я сторонник того, чтобы разбивался Кавказ во взаимодействии, чтобы Кавказ, потому что у нас, кавказские народы, есть отличия там, в религии, или в каких-то тонкостях, но все же у нас у всех, вот, одна сущность есть, один характер, один дух есть, который мы должны поддерживать, мы не должны, как-то, знаете, враждовать, конкурировать, хотя конкуренция должна быть, ну, хорошая конкуренция, которая приносит хорошие плоды, допустим, в спорте, я такой сторонник, чтобы у нас проходили постоянно, именно на Кавказе, между собой турниры, там, и не только по спорту, а какие-то научные, и так далее, у нас много есть хороших, талантливых людей, которым просто нужно дать возможность, нужно дать не только возможность, но веру, вот, у многих пропало вот это, часто, когда общаемся, люди больше переживают в плане, а пользы не будет, а там, зачем это, все равно, если человеку дать веру, вера очень много решает, прям вот, человек, когда верит во что-то искренне, допустим, как я, во что я верю, я каждый день встаю, вот, только с этим, допустим, у меня не главное, там, в школу пойти, или еще что-то, или заработать много денег, у меня есть своя вера, во что я верю, я каждый день, вот, все, что я делаю, только из-за этого, и мое мнение, это у каждого должно быть, вот так, именно вот, о чем он думает, мечтает, он должен делать, идти к своему. Спасибо. У меня еще один вопрос к вам, вот, очень хорошо и красочно говорили о своих идеалах, и это хорошо, что у вас они такие прекрасные, а вы верите в свои силы, вы верите в то, что, то, что вы задумали, то, что вы планируете, что у вас все получится? Да, я, безусловно, верю в свои идеи, потому что, я считаю, человек, вклад каждого человека важен, как говорил Ганди, если хочешь видеть изменения в каком-то мире, станешь сам этим изменением, вот, я стала для себя, и другие люди стали смотреть на меня и просто повторять, сделать что-то, то же самое, что и я, например, отказались от пластика частично, и на моем примере я рада, что я могла кого-то заразить этой идеей, то есть, если нас будет больше, то мы сможем сделать одно большое, благое дело, вот. да, я прям, не то, что просто верю, убежден в своей вере, в своих возможностях и так далее, и не только в своих, наших возможностях, потому что, я человек, который не стараюсь как-то, я, я стараюсь, чтобы мы вместе, потому что, допустим, от меня, вот лично, от одного человека, пользы будет не так уж много, как, допустим, мы вместе, поэтому я стараюсь, вот, когда я беседую с людьми, стараюсь предложить им какие-то проекты, допустим, вот у многих у людей есть талант или что-то, ну, они боятся чего-то там или не хотят чего-то нового или как воспримет общество и так далее, я стараюсь, у меня много есть проектов, когда вот я с людьми общаюсь и предлагаю им эти проекты, предлагаю полностью поддержку, все, чтобы человек начал развиваться, потому что, если человек что-то начнет делать, мой товарищ, друг, у меня, знаете, стимул будет, то, что вот мы вместе что-то делаем, потому что, вот, которые существуют, допустим, возьмем нашу страну, не учитывая глобальные проблемы, у нас много есть проблем, которые решаются, не требуя каких-то затрат, просто вклад нужен именно человеческий и вклад не одним днем что-то сделать, подготовить или что-то, а постоянно работать над этим на протяжении всей жизни, человек должен вот идти к своему, пропагандировать свое, пропаганда, это не всегда плохо, это и хорошо бывает, когда хорошая пропаганда, когда здоровый образ жизни пропагандируют, когда пропагандируют полезные вещи, именно соблюдать традиции, когда пропагандируют помнить свою историю, это важный такой момент, хотя я не сильно верю в историю, в плане историю часто переписывали и так далее, но есть такие особые моменты в истории каждого государства, каждого общества, которые действительно стоит учить, запоминать, это, знаете, какие героические подвиги людей, когда ты вот узнал о каком-то героическом подвиге, часто вот на протяжении жизни вот ты будешь жить, и у тебя всегда это будет в голове, вот сделать что-то подобное, сделать, стремиться к этому, и вот и в стремлении можно сделать, допустим, я тот человек, который ставлю цели завышенные, цели, которые, допустим, если бы я о них говорил, люди посчитали бы меня сумасшедшим, но, допустим, я, идя к ним, я добиваюсь других целей, которых не замечаю, потому что это такая лестница жизненная, которая вот до этой большой цели нужно проделать большой путь, идя к ней, добиваюсь много других целей, которые и потом, и через много лет, я думаю, когда я вот так сяду и задумаюсь то, что я сделал за жизнь, и даже если я не достигну тех целей, хотя уверен, я их достигну, у меня будет, знаете, такое, вот я уверен, то, что я буду радоваться, то, что вот, идя, я смог много чего сделать, я буду радоваться, то, что, может, я кому-то помог в жизни, может быть, с кем-то подружился, кого-то узнал что-то, вот, все, чем я занимаюсь, это делается, допустим, это не говорит то, что я делаю для кого-то, я такой человек, то, что вот, всем, 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 нет, я делаю в первую очередь для себя, и каждый должен делать для себя, в плане. Мои цели я их делаю для себя, но они такие, что и другим будет хорошо. То, что это общее. Я такую общую цель нашел, которая идёт. Спасибо. Спасибо за ваш такой откровенный разговор. Спасибо за ваш энтузиазм. Спасибо за вашу веру и знание, что у вас всё получится. Со своей стороны, как один из основателей этого канала, мы готовы освещать вашу работу. Мы хотим, чтобы вы и на нашем канале что-то делали. Мы даём возможность вам свои передачи делать, свои циклы. Мы открыты вам. Мы за это очень благодарны. Помочь во всех ваших начинаниях. Мы рядом с вами. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Продолжение следует...